Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! И сегодня, в воскресенье, 29 января, за богослужением читается отрывок Евангелия от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. ПЕСНЯ 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 Прочитаем этот текст в русском синодальном переводе. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». В строке сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о посещении Господом начальника моторей Закхея в Иерихоне. Иерихон был богатым городом и важным центром. Он лежал в Иорданской долине и контролировал дороги, ведущие в Иерусалим, и переправу через реку Иордан, которые вели в земли восточного берега реки. Около города находился большой пальмовый лес и известная роща бальзамовых деревьев, запах которых наполнял воздух на многие километры вокруг. Когда римляне стали вывозить из Иерихона финики и бальзам, которые приобрели мировую известность, город еще значительнее разбогател и стал приносить казне большие доходы с налогов и пошлин. И так как Иудея была одной из провинций Римской империи, налоги и пошлины собирало не государство, а арендаторы отдельных областей. Для этого они нанимали из местного населения особых чиновников – мытарей. Государство заранее определяло размер пошлин, а арендаторы и подотчетные им мытари обогащались за счет того, что брали больше. Естественно, что мытарей, то есть сборщиков податей, не любили во всех провинциях империи. Закхей, имя которого в переводе с еврейского означало «чистый» или «справедливый», был не рядовым сборщиком податей, а начальником, которому, вероятно, были подчинены мытари целого округа. Несмотря на свое богатство, он, по всей видимости, был несчастлив, потому что выбрал занятия, сделавшие его презираемым. Ненавидимый людьми он стремился к любви Божией. Узнав о том, что Господь идет через Иерихон, Закхей вышел к сопровождающей спасителя толпе, но, будучи мал ростом, не мог увидеть его. Однако желание непременно видеть Христа было настолько сильно в нем, что, забежав вперед, он влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Смоковница представляла собой дерево с низким стволом и раскидистыми ветвями, на которые можно было легко взобраться. Подходя к этой смоковнице, спаситель увидел сидевшего на ней Закхея, остановился и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Закхей поспешил слезть с дерева и пошел с Иисусом в свой дом. Сопровождавший спасителя толпе послышался ропот. Подстрекаемые, вероятно, фарисеями люди начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Иисус услышал этот ропот, слышал его и Закхей. Архиепископ Оверкий и Таушев пишет, «Великая радость по поводу того, что Господь не возгнушался им, как грешникам, окончательно пробудила совесть Закхея и совершила полный нравственный переворот в его душе. Сознавая, что совесть его нечиста в способах приобретения имения, он дает во всеуслышание торжественное обещание загладить свой грех любостяжания. «Половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Согласно законам о ворах, изложенным в книге Исход. Возмещение вчетверо полагалось по закону лишь за умышленный и насильственный грабеж. В случае обычной кражи, если украденное не могло быть возвращено, хозяину полагалось уплатить возмещение в размере двойной стоимости украденного. Мы же видим, что Закхей же был готов возмещать причиненный им ущерб в объеме гораздо большим, чем того требовал от него закон. Этим он доказал на деле, что стал совсем другим человеком. Покаяние Закхея является образцом истинного покаяния, которое не ограничивается лишь бесплодным сожалением о содеянных грехах, но стремится загладить эти грехи противоположными им добрыми делами. Ведь покаяние, не подкрепленное делами, доказывающими его искренность, является неправдоподобным. Спаситель призывает нас, дорогие братья и сестры, к исправлению жизни истинным покаянием и замещением наших грехов и страстей благими мыслями и добрыми делами. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Продолжение следует...